Всем привет! Сегодня у нас на обзоре буксировщик из разряда подороже и по наворочении. То есть это Лидер 3 с двигателем 20 лошадиных сил и с базой Лонг. Вообще существует среди буксировщиков Лидер три основных базы. То есть это используется не только в номенклатуре Штихмаша, но и у других производителей буксировщиков. Согласно гусениц, которые производят композит. То есть это стандартная база с гусеницей 500 мм на 2828 мм. Удлиненная, более длинная гусеница 500 мм шириной и длиной 3333 мм. Ну и самая длинная гусеница производства НПО Композит это гусеница шириной 500 и длиной 3636 мм. Здесь мы видим маркировку производителя Лидер 3. Лидер 3 это означает, что буксировщик у нас с реверсом, то есть с коробкой реверса. 4Т это количество тележек. Например, в стандартной базе Лидера 3 3 тележки, здесь 4 тележки. И 20Л, то есть 20 это 20 лошадиных сил. Л это Лонг, то есть гусеница длиной 3333 мм. Бывает без буквы Л, то есть стандартная гусеница 2828 мм. И суперлонг СЛ, когда гусеница длиной 3636 мм. Здесь мы видим более современный модуль. Лыжный модуль имеется в виду стандартный модуль. Лидеров изначально был немного проще. То есть там не было амортизаторов, была сплошная площадка и пружины. Пружины, подпружиненные стойки. Здесь же модуль на амортизаторах. То есть такой модуль выпускается последние 2 года. И ставится на более дорогие версии буксировщиков. Чем такой модуль хорош? Это более длинными ходами подвески. То есть ездить на нем более комфортно. Можно маневрировать, изменяя положение тела. Буксировщик с таким модулем более маневренный. Но кому-то по-прежнему нравится старый модуль. Сейчас вот мы его покажем. То есть здесь нет как таковых длинноходных амортизаторов. Здесь стоят стойки. Но и зато есть площадка для ног, которая ничем не ограничена. Кому-то нравится такой модуль больше. По-прежнему производится и Sigma, и Lider. И с таким модулем более простым. И с более длинноходными подвесками. Модулем на амортизаторах. Подвеска, как мы видим, стандартная. То есть здесь используются тележки аналогичные Бурановским. С такими же катками. Только здесь их четыре. В отличие от стандартной длины гусеницы Lider 3. Здесь гусеница подлиннее и тележек четыре. Есть также поддерживающая тележка, как мы видим посерединке. Которая поддерживает гусеницу сверху. Длина такого буксировщика достаточно внушительная. То есть примерно 3 метра. У буксировщика, который суперлонг, длина еще больше получается. Это длина вместе с лыжами. Есть вот такое грузовое место. Оно примерно по внутренним размерам 50 на 70. Откроем капот. Посмотрим на сам двигатель, который там установлен. Капот открывается так же, как и у всех буксировщиков Lider на резинках. Двигатель, который здесь установлен. Это на сегодня, пожалуй, самый популярный двигатель среди крупных буксировщиков. Это Lefan KP460E. Он же и самый новый двигатель в этой серии у Lefan. Он пришел на смену таким двигателям, как 15 л.с. 190, 17 л.с. 192 и 18,5 л.с. 192 F2. Мы видим трансмиссию буксировщика. Это знакомый всем вариатор Safari. Соответственно, выходной вал у двигателя 25 мм. Здесь мы видим шкив реверса и коробку реверса и штихмаж. Рычаг переключается, соответственно. Рычаг имеет вообще три положения. То есть это вперед, нейтраль и назад, задний ход. Сидение здесь стандартное, но используется во многих продуктах производства и штихмаж. В том числе в мотоциклах Scout 2, например, Scout Safari. Ну и в буксировщиках. Рычаги управления здесь достаточно простые. Это управление механическим дисковым тормозом. Также есть вот такой режим, чтобы так называемый парковочный тормоз, чтобы буксировщик на всякий случай при старте не уехал куда-нибудь, лучше ставить вот на такой режим. Ну и соответственно, так он снимается. Здесь кнопка старт-стоп, то есть пуск или остановка двигателя. Управление фарой. Кнопка стартера. Рычаг газа. Вот это место для установки аккумулятора. То есть двигатель имеет электростартер, как мы видим. Ну и в базе это ручной стартер. Примерно так работает этот модуль. Длинные ходы подвески, как у мотоцикла. Здесь используются стандартные лыжи от снегохода Dingo. Многим известные. В России на большинство буксировщиков ставятся такие лыжи. На них можно установить накладки, которые в свободной продаже. Расширители этих лыж стоят примерно полторы тысячи рублей. Полторы-две тысячи рублей. Они позволяют лучше перемещаться по более рыхлому глубокому снегу. Прицепное устройство. Тоже стандартное. Можно прицепить сани волокушек. Итак, посадка человека ростом метр восемьдесят и весом семьдесят пять килограмм. Продолжение следует... Продолжение следует...